Совсем недавно мы рассказывали, что значит проводить ритуалы по мужским дням. Но, как оказалось, не все знают, по каким дням проводить и женские ритуалы. Поэтому объясняю. Но еще есть вопросы такие, когда есть ли такие дни, когда можно делать все или ничего делать нельзя. Да, такие дни тоже есть. Итак, даю такую полную информацию по дням. Как определить, что такое мужской день, что такое женский день? Банально просто склоняете. Например, понедельник – он, вторник – он, среда – она, четверг – он и так далее. То, что она – это женские дни. То, что он – это мужские дни. Но также, как я уже сказала, есть дни, которые не относятся ни к мужским, ни к женским. Например, это суббота. Несмотря на то, что как бы, вроде бы, это женский день, да, но на самом деле он не относится ни к тому, ни к другому. Это день Сатурна, день времени, когда вы проводите родовые ритуалы, родовые практики. Когда вы работаете с кармой. То есть в этот день проводятся именно эти ритуалы. И неважно, мужчина вы или женщина. Например, воскресенье. Воскресенье тоже – это не мужской и не женский день. Кстати, если просклонять, да, то здесь как бы тоже, да, воскресенье – это, ну, как бы оно, да, среднее. Но воскресенье – это день солнца, то есть покровитель солнца. Это когда вы можете проводить ритуалы на здоровье, на силу, на благополучие, на радость, на привлечение радостных, солнечных, хороших энергий в ваш дом и в вашу жизнь. То есть тоже в этот день можно проводить ритуалы как мужчине, так и женщине. И для этого подойдут абсолютно любые ритуалы, в том числе и на защиту тоже, кстати, хорошо ложатся. Хотя на защиту тоже очень хорошо делать и во вторник, потому что вторник – это, например, день Марса, да, когда такие вот ярые энергии, они очень хорошо защищают. И в понедельник, смотрите, в понедельник, несмотря на то, что это как бы мужской день, понедельник – это покровитель Луна. Да, и в это время очень хорошо проводить ритуалы, связанные именно с женским аспектом, потому что Луна – это покровительница именно женщин, да, но это нужно оговаривать, что вы обращаетесь именно к Луне, да, не просто проводите какой-то ритуал, а именно к Луне, когда обращаетесь. Да, и здесь уже можно проработать именно аспекты, связанные с женской красотой, с женским здоровьем. Вот Луна может на обновление, кстати, да, тоже очень хорошо проводить ритуалы, но при обращении именно к Луне. Ну, а самый лучший женский день – это, конечно же, пятница. Да, в среду тоже можно проводить ритуалы, но пятница – это самый мощный, самый сильный день, когда проводятся ритуалы, именно связанные с женским аспектом. То есть это доли, это счастье, это семья, любовь, абсолютно всё, что касается женщин, проводите лучше всего в пятницу.